МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пятого Костричника спавняется 80 годов дня народжения письменника, правооборонцы, диссидента и президента Чехии Васлава Гаула. Специальный выпуск передачи «Зона свободы», присвеченный Ваславу Гаулу, роли особой в истории, в яким бере удел лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевич. Добрый день, Светлана. Добрый день. Так само у программе. Голос народу. А пытание у Менску. Тиможа один человек зменить лёс своей краины. Ну как один человек? Один в поле не воин. Мой гавал. Говорят белорусские лауреаты гаваловских премий Олесь Беляцкий и Андрей Денько. Ничего президентского им не было. Васлав Гаула был политичным человеком. Светлана, самое первое питание, на которое я попрошу вас отказать. Как бы вы отказали написание? Який ваш гавал? Что бы вы сказали? Мой гавал – это что? Ну я думаю, вот мы всегда, особенно в коммунистические времена, много говорили о этой флатоновской идее. Кто должен править государством? И вот всегда представлялось, что это должен быть какой-то интеллектуал, и власть должна быть у них. Хотя, и вот, несмотря на много уже разочарований, которые мы за 20 лет после перестройки пережили, вот гавал остается тем образом, которым должен быть человек, который стоит во главе государства. Это должен быть интеллектуал, это должен быть моральный авторитет. И если этот человек имеет собственные творческие какие-то замыслы, то это еще интереснее. Давайте пошлим с интеллектуала. Все-таки интеллектуал мусит сомневаться, мусит ставить питание, и он догадывается, что нема одного отказа. Хиба, можно с такими якостями, по-вашему, вот, керовать? Я думаю, так я догадываюсь, это была одна из проблем для Гавила, поскольку я не помню, я была на каком-то конгрессе, это только пала берлинская стена, и была интересная очень такая форма разговора. На сцене сидел Гавил, и кто-то из американских писателей, и огромный какой-то зал очень большой, много людей, и это была абсолютная тишина, и обсуждалась тема, насколько я помню, тема ненависти, поскольку это во время, это когда пала стена, пал Советский Союз, и вот этот клубок из трассе исторических обид. А то есть историчная ненависть, и не то, что персональная, да? Нет, 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 именно исторически, когда мы оказываемся в плену суеверий, своего времени, да? И вот я смотрела, это было такое интеллектуальное удовольствие, смотреть на двух умных людей, которые говорили. Я думаю, конечно, Гавилу с его мягкостью характера, как мне кажется, почему-то так кажется, да? Вот, и у него были проблемы, сомнения, и наверняка какие-то поражения, поскольку он оказался в ситуации далекой от совершенства. Мой Гавил. Былый политвязень, керавник правооборончика Центру Вясна, Алис Беляцкий, сустракався с Васлом Гавилом. У 2013 году, когда он находится за кратами, Беляцкий был угонерованный премией имя Васла Гавила Парламентской Асамблеи Ради Европы. Я сустракався с Вацлавом Гавилом двойче, и у разных ипостасях. Первый раз это была сустреча в 2001 году. Сустреча была достаточно теплая, и первое, что меня тогда запомнилось, уразило, то, что ничего президентского им не было. Вот у него есть такое эсэ гумористичное, где он пишет, что весь свой президентский термин, кольки он не был президентом, и он отшивал, что в любой момент, что он сидит не на своем кресле, потому что человек был не у своей скуры, так бы мой, хотя никто не скажет, что он был поганым, кепским президентом, али он завсюду был человеком, письменником, философом, правооборонцем, громадским, где еще ему. Вот эта посада президентская, она отшивалася, сковывала его. И он писал, что я отчуваю, что в любой момент меня могут прийти, взять за шкирку и выкинуть из этого президентского кресла, и это будет справедливо. Ну и вот такой гумористичный эгонный подход до своей посады, и он и тлумачится вот с этой нормальной, абсолютно нормальной, незмушенной человеческими отношениями, которые он проявлял. Там не было ни пыхи, ни гонорок, которые очень часто любят показывать державные девчонки, надзмуются, так сказать, сидя на высоких креслах. Нет. Ответаете, что интересно, когда Гавел стал президентом, его сябры сказали, теперь ты можешь створить партию, потому что у нас есть парламент, в парламенте должна быть политическая сила, которая тебе потребуется. И он отмолился, его шмат разов на это просили, подказывали, говорили, что это политичный инструмент. И он не стал створать по тебе партию, он застался, скажу, я вас буду потребливать, але он застался один, он зарабил выбор в одинокого человека в Ауладе. Кали говорить про тых, кого вы ведаете в Беларуси за опошние 20-30 годов, хто, по-вашему, мог бы претендовать на роль беларускага гаула? Я думаю, ответ, он находится мгновенно, Олеся Домович. Для вас просто? Другого равного человека ему нет в этом плане, да? Это несмотря на то, что он мой учитель, а именно этот европейский размах мыслей, это какое-то восхитание себя на Льве Толстом, на сомнениях, на, как бы, там, покаянии, вот, на размышлении. Это был идеальный человек для этого. И общественный темперамент. Вот это вот, наверное, важная ваша залога. Да, Быков, у него было очень много качества, талантливейший писатель, но у него не было вот этого общественного темперамента. Он как раз был человек, который сидит за письменным столом. Знаете, подчас первого удовольствия Иоанне Экси Адамовичем ездил, там, выступали в Москве на розных пляцовках выборы, и Адамович говорил, такое же, за что-то ты, ну, в принципе, сажали. Я ему говорю, Олесь Михайлович, вы хоть записываете кто-нибудь на магнитофон, то, что вы говорите, ну, что это в суде все треба будет доказывать. Он махнул рукой. И он, вот, его, это, наступство не цикавили. И он шел, до чего, у него, саправды, был вот это то, что вы называли темперамент. Видать, я вам задам такое питание, какое в Беларуси, махчим они, которые не полюбецного, что я его задаю. А як вы ставитеся до такой думки, что в Беларуси, на сам речь, де-факто, был таки период, был таки гавл, и он был во владе. Это человек интеллектуал, и он вне знаменклатуры, человек адукованный, який все же все працывал в системе адукации, займался навукой, человек, який не имел подстава влюбить эту державу, его батька был репрессованный. И хиба за той час, коли он керавал, я кажу, конечно, про Станислава Шушкевича, не были самые наибольшие им гненни свободы, демократы и права в Беларуси? – Я думаю, что да, это было хорошее время, и он в каком-то смысле соответствовал этому времени, это несомненно, но у него не было вот этого сильного темперамента, вот этого в тот момент, когда все распадалось, нужен был очень сильный характер, очень должна была быть сильная какая-то убежденность, а Станислав Шушкевич, мне кажется, это очень мягкий человек. И поэтому, когда такой нафор силы, который представил его конкурент Лукашенко, это народу, который вышел с социализма и привык все время жить старем, он больше соответствовал. – Светлана, ваша опорная книга называется «Час секонд-хенд». Коли говорить про роль особи и роль часу, тем, что оплывая. Вот по вашему типу силу, лидеру перетворить, зменить свой час для всех, переменить его. Цей-то час просто выбирая этого лидера, и он уже как бы им там користается. – Ну, в нашем случае я бы могла сказать, что именно такой лидер, как Лукашенко, он смог остановить время, он смог остановить время нескольких поколений и задержать нас в развитии. Это несомненно. Вот, мы оказались как бы и так опоздавшей нацией, а так мы еще потеряли время. Что касается России, мне кажется, у России было время, когда вы, если вы был другой лидер, у нее был шанс остаться демократической страной. Потому что мы имеем лидера не с политическим мышлением, а с КГБшным мышлением. Это другое мышление. Вертаешься до Гавла. Вот, коли вы казали про платоновский идеал, ну, что философ на троне, философ на троне, один со складника у этого философа на троле вы назвали все же таки моральность, нравственность, моральность, моральные принципы. Накольки, але про политику кажут, что это на исновение сферы морали. Накольки, по-вашему, навыту такой особый, як Гавел, махчимас получение политичных решений и моральных принципов. Накольки это важно? Я думаю, это несомненно важно. И мне кажется, мне кажется, что Гавел в этом плане чист. Он, у него не было, каких-то материальных пожеланий, да, он не стремился там обогатиться. Он диссидент, у него был опыт вот этой диссидентской чистоты, это тоже очень важно, высоты идеалов. Мне кажется, что все-таки Гавел смог это сделать. Мне кажется, из современных политиков это хочет, и у нее получается, делает Меркель. Из европейских, да? Да, из европейских политиков. Вот несмотря на то, что даже из собственной партии, очень много, большая часть населения, по вопросу о беженцах, не ее единомышленники, она все-таки как дочь пастора остается чиста в этом. Она старается не, как это, не отказать своим принципам, не сдать свои принципы. Знаете, вот нас все-таки глядясь в Белоруссии, и недавно скончилась кампания по голосованию у национальный сход. И оппозиция стала перед дилеммой. Бойкот, удел, на каких умовах эти порушаемые моральные принципы, коли спробуем пасти неким чином во владу нечто изменить. Что вы можете отказать прихильникам моральной честини и штуденных потребований в життя? Як жить в такой ситуации? Нет, когда я говорю о моральной чистоте, я не говорю о том, что надо зашиться в вашни слоновой кости, и смотреть, что бы ты был так, это в белых перчатках. Этого не получится. Мы живем жесткое промежуточное время, и мы должны хорошо себя понимать, что никакой революции не будет, никто не выйдет на улицу, что нас ждут долгие годы просветительства. А для этого надо идти во власть и делать то, что в наших силах. Особенно на местах стараться попасть в власть, где нет такого жесткого контроля все-таки. Вот. Везде надо все-таки вот этот круг воды чистый делать. Надо работать. А сидеть и, так сказать, и говорить о моральной чистоте, я думаю, что это сдача. Нет, нет. У нас нет вариантов. Нам надо работать с людьми. Ти може один человек зменить лёс своей краины. С таким пытанием мы звернулись до Минаков на Менских улицах. невозможно одному изменить что-то. Ни у кого николи не отремливалось. Ни у кого. У нас же есть один такой. Изменил. Всё. Не може изменить изменить. Треба как он был другим. А если он есть один, то мы не будем видать и изменить его. Один человек не усе могутный и это немогшимо. Не мастерки силы у одного человека. Ему потребная поддержка всё-таки однодумцев и обработка когось. Поддержка в любом случае должна быть. А если вы приклады когда одному человеку всё-таки удавалось изменить нечто? Ну есть такие люди из истории. Владимир Ильич Ленин. Нет, один не может. Почему вы так думаете? Ну потому что он один. Может можно. Видите вы такие выпадки? Ведаю Кастусь Калиновский. Так, Кастусь Калиновский. Может быть были керавники нашей краины. Например, кто? Ну например, князь Витов, князь Миндог, князь Гедемин и далее поводля великого князства литовского. Так может, когда он сам будет заниматься своим адукованием, своей эдукацией, может быть следовать за новинами и будет в курсе того, что стараюсь в свете? Напевно так, когда каждый будет как минимум думать про свою краину и занимать некую святомую громадскую позицию. Один нет. Почему? Ну, как один человек, один в поле не воин. Светлана, я бы вы отказали на пытание. Вот зараз 2016 год, суседняя Украина. Тени показчик это того, что на украинское постановку пытается может один человек заменить слез своей краины? Несомненно, может. Я даже уверена в этом. У него не все, конечно, получится. Но он может это сделать. Он может. Вот я даже представляю нового человека, который придет у нас в классе. Это защитить образование прежде всего. Дать людям шанс. Потому что время можно догнать только через улучшение образования. Дать старикам защиту. Защитить стариков и детей. Дать, все могли учиться, не только те, у кого есть деньги. Это человек может сделать. А это главные основы. Той новый час, который начался в Украине после Майдана. И он является важным для многих в Беларуси. С разных боков. Для влады со своего боку, для оппозиции с другого боку, для большинства насильства, у них свой погляд. Как по-вашему, вы все-таки сустракаетесь и чуете голосы людей, которые занимаются доступом до микрофона, до газет. Что для их означает украинские подеи, по-вашему, для беларуса? Широгова? Сначала после Майдана люди испугались. Наша власть воспользовалась, она действительно еще больше напугала людей. Это страшно. Я могу даже сказать сама, я не сторонник революции, потому что революции практически ничего не дают, кроме крови и хаоса. Ведь дело в новых людях, а новых людей нет. Почему мы проиграли с перестройкой? Мы говорили о свободе, а свободных людей не было. Никто не знал, что это такое, как это должно быть. Мы строили то, что знали, и то же самое у нас и получилось. Поэтому я думаю, что сейчас мне кажется такое время, что очень много людей ездило, видело, думает. Вот я разговариваю с людьми, очень много людей думающих, мне кажется даже, что общество сейчас умнее власти. Это текавая ваша завод. Умнее власти, намного умнее. И оно приняло нового лидера именно вот с этими, ну, называем их в духе нашего сегодняшнего разговора, с васовскими пониманиями жизни. У нас есть, у нас как бы нет элиты высоко такой, которая могла влиять на общество. Она ее разметало сталинское время, война и много других. И сейчас сколько поколений молодых людей выброшено за границу властью. но все-таки народ это же не те только, кто выходит на улицу. Народ, мне кажется, поумел и много понял. С ним можно сегодня честно разговаривать. Вот час таких все-таки революционных перемен, про которые вы кажете, что вы суприте. В Чехии было то, что они называли оксамитной революцией, мягкой революцией. Революция, за якой не было тотального пераследу ворогов. Были певные обмежевания, была в рамках закона абсолютно иллюстрация, але не было полеванья, скажем. И Гавел сам вельми спрыял этому. Но вот, кали поглядеть на Украину. Во Украине ситуация после Майдана вельми худко изменилась после оккупации Крыма и войны в Донбассе. И этот час породил новых героев. И одним из таких героев стала Надея Савченко. Вы принимали удел в борьбе за ее вызволение, кали она была в России в турме, кали был суд, вы поднимали и вы выказывали себя в ее оборону. Кали она вернулась назад, у роли лидера украинское громадство поставилось до ее по-розному. У той капитал, который она працавала, раптом оказался, что он не вечный, он губляется. По-вашему, это связано с тем, что мы имеем справу с женщиной, а не с мужчиной в условиях революционной измены часа? Я думаю, что Надя более готова к такой политической ситуации, к политической жизни, могла бы быть таким героем, который остался бы и что-то мог сделать на Украине, если бы не было каких-то, если бы не была команда, если бы вокруг нее были интеллектуалы, которые бы ей помогали, а так все включаются только ее лозунги, она одинока совершенно, и даже в своей фартии она одинока, поскольку Тимошенко это человек со своими амбициями, да, и вот Наде надо было делать свою фартию или свое движение и собирать вокруг него действительно умных людей, а то, что она предлагает, ее обвиняют предательцы, да, я помню, я вот читала как-то вот, что, дескать, ее там обработали там в этом плену, я думаю, что в силу своего просто такого она видела эту кровь, видела этих ребят, как они страдают, и в принципе это подскажет верное решение, вспомним того же Троцкого и Ленина, Брестский мир, то есть мы уступаем часть земли, но сохраняем революцию, да, а не идем, поскольку мы не победим, мы можем исчезнуть. Попытание морали у компромисса. Да, компромисс, и точно так же и сегодня как бы этот на компромисс, который предлагает она, можно было бы пойти и потом стать сильным государством, и вопрос бы как-то решился, и скорее всего даже дефолатическим путем люди бы решили. Вот то, что вы говорите, верно, цикаво. Скажите, вот это европейская проблема, вы только что вернулись с Китая, где вы отримали три великие литературные премии. Ваши книги выходят там навод для Китая велизарными накладами. Когда-то, вот, значит, в часы вашей, видать, с усим молодостью, вы, видать, в школу еще не ходили, Мацетун казал, что ветер за сходу, Мацней за ветер за ходу. Скажите, то, что вы побачили в Китае, та трансформация, какая отбывается там, это означает, что они, в принципе, пошли лепшим шляхом, далей, чем той час, в яким опынулись мы. Те ощущения. Ну, я, во-первых, я очень мало была, но могу сказать, что потрясает все, что там происходит. И Шанхай, и Пекин, это потрясающее зрелище. Я помню, даже в Шанхае, когда там я ехала вот на корабле, и весь Шанхай, как бы, вечером очень виден, и я думала, что если европейская цивилизация, Америка, не придумает что-то абсолютно новое, в технологиях, не представить нам другую цивилизацию, то никто не догонит Китай. Настолько быстро там происходят все события, и настолько достаточно они хитро. Вот сейчас у них программа общего среднего зажиточного уровня. Да, то есть они фастифен, они начинают с материального, исходя из национального менталитета. Для китайцев очень важно материальное. Я думаю, что фастифен, они, мне так хотелось бы думать, что если бы они реформировали эту огромную громаду, миллиард там почти людей, да, то это конечно будет совершенно вне конкурса. А как вы ставите до материального? Вот наше поколение ваших батьков и моих, и мы в значной ступени выросли на тем, что материальное незначное. Но пришли и другие люди, которые керуют теперь фактически Россией, Белоруссией, Азиатскими республиками былими. У них как раз материальное, по-моему, на первом плане. Может быть, этое поколение не разумело важность материального, и треба его шиновать и гонориться им в принципе? Ну, я думаю, что материальное для меня лично, материальное это свобода. Но, например, недавно я была в Англии, мы разговаривали с Ходорковским, и он сказал, что свои миллиарды, Ватон, Фатанин, еще там несколько человек называл, я не очень знаю русских олигархов, мы не оставляем свои деньги детям, мы детям оставляем тот приличный уровень, который нужен, а дальше пусть они сами. И тоже, по-моему, Билл Гейт делает это. Да, так что люди, которые уже имеют этого много, если это какие-то умные люди, я бы так сказала, культурные люди, они понимают, что человеку так много не нужно. А ли все же таки треба, коли ничего не надо. конечно, я не отношусь так презрительно к материальному. Мой Гавл. У 2003 годе Васлав Гавл передал газете «Наша Нива» свою премию за громадянские заслуги имя Ганны Елен Богин». Премию з рук Гавла отримливал редактор газеты Андрей Денько. Сяджу я няк вечером приходит электронный лист. Дорогий Андрей Денько, вы отримали дорогий Андрей Денько, Вацлав Гавл хочет передать вам премию. Поглядите детали в долученном файле. Я думаю, о, то что дайшли? Уже начинают вирусы трояне заселать в таких персонализованных формах. Я навот не открывал это. Ну, як може Вацлав Гавл передать Андрею Деньку премию? Просто не серьезно. И празд, не дитинь, телефонует мне Сергей Навубчик в справе. Андрей, чому не отказываешь на электронные листы? Какие листы? Ну, там же даймусили прислать лист, что тебе Гавл передает премию. Я от диного в 2002 годе, видите, отчували такую изоляцию. Так вот это пасля уже, пасля 2006-го года, 2010-го года, пасля того, як Минск стал местом подписання миру по Донбассе, так Беларусь стала, вайшла, стали говорить, стали знать, так вот, Беларусь стала на парадку дня. А тогда никто особливо не ведал, не знал, не говорил про Беларусь. Мы отчували изоляцию. И вот Вацлав Гавл думает, яким чином беларусов вывести изоляции. Ну, давайте допоможем нашей Ниве. Нашу Ниву Гавл назвал, я до этого лета повторяю, в островом незалежности. Сформулировал, формулировал для европейцев, для американцев бачення Беларуси як европейской державы, якой треба допомогать, а якой треба собравать. Верми важна у Вацлава Гавла и верми важна, как наши беларусские интеллектуалы, интеллигенция вучилися в этом, как это политичное мыслення. Вацлав Гавл был политичным человеком. Сучасный человек мусить быть политичным, как исполнять належную роль на этом свете. В 89-м годе вось тут в Бразе чехи скандавали Гавла на Град. Град это президентский палац знакомитый який могчем видаться окна вашего готеля. Гавл до этого был фактично диссидентом, был письменником, а он по телебаченні не выступал, газеты не писали, як бы был невядомым. Тем не меньше, чамусь про его ведали, его змагання было ведомое, и этого выбор был зроблены. Гавла на Град. Але якраз в этой час исчезнен письменник Францис Фукояма написав свою знакомитую книгу про конец истории. Свобода досягнутая. Что вы думаете? Ци досягнутая я маю на вазе як шлях, нават не як вынеку сюды. Ци тое, что отбылось на протягу апошних уже 25 годов. Это скажем, войны, які были на близким всходе. поток мигрантов, утекачев, який за раз отбывается в Европе. Это центральная смесь нашего частности. Это просто некие историчные аберрации, які не мают самостоянного значения. В принципе, все вызначено уже. Демократы и славы. Я думаю, что когда Фукояма говорил конец истории, он думал, что эта социальная история кончилась. Вот этот огромный мир, мир был разделен на две части. социализм и капитализм. И когда все тогда были романтиками, все думали, что это романтичное заявление. что на наш момент это романтическое. Он думал, что осталась впереди только экологическая история. Вот наше противостояние с природой. Вот это главное. Это действительно одна из... Измену климата? Да. Вообще многие проблемы, да, то, что делать. Ему казалось, что и так и будет. Следующий, когда будут решены социальные вопросы, будет экологическая история человечества. Это несомненно. но я думаю, он немножко поспешил просто с этим. Нет, еще как бы мир не так совершенно устроен и как оказалось такое огромное количество людей, которые вышли из социализма, как бы они не знают, что строить после социализма. По идее, как бы должны были строить не капитализм, а что-то другое. А пришлось вернуться опять назад и вместе со всеми не пройти этот путь социализма другим путем. Например, социалисты есть там во Франции какая-то часть, есть в Германии, есть в Швеции больше всего. Но это на уровне какого-то уже развития общества технологического. Мы же, как то, что предупреждал Клиханов Ленина, что вы умоете Россию кровью, с фидализма нельзя прыгнуть в социализм. Ну вот мы прыгнули, умылись кровью и возвратились назад, чтобы пройти как все путь. Ну что ж, была кровь, был пот и какие еще буди, конечно, и слезы. На вашем выступлении у Менску, когда была презентация книги Светлана Алексеевича на свободе, вам было задазено питание, что вас тешить, учим надея. И в этой дыне чекана для всех отказали, мужили слово любовь. Скажите, как бы вы отказали на этой питании под конец вашего первого, не ведуете, это самый тяжкий год вашего життя, был Нобелевский, у конца вашего Нобелевского года. Учим теперь, вы думаете, как бы вы спробовали, что такое надея? Ну, очень важно, чтобы победила идея, мысль во всем мире, что надо убивать идеи, а не людей, чтобы прекратились вот эти конфликты. Вот сейчас Россия, это же страшно включить телевизор, там или какой-то военный корабль спускает, или показывает новый танк, или новый самолет, и просто может прийти в ужас, что опять количество денег направляется туда, опять человеческое время уходит туда, вот, вот в это орудие поневоле, и другая сторона, НАТО тоже этим занимается, и как бы интеллектуалы тоже разделились, многие из них тоже. Вы просто в отказу на слово надея? Нет, я говорю, что это очень сложно сегодня надеяться, но я всегда говорила и говорю, что ненависть нас не спасет, только любовь, только надо разговаривать с друг другом. только той житца и воли варты, кто каждый день за их и день на бой, это слово Фауста помогет. Некали Андрей Сахаров поставил в якости эпиграфа для своих успоминов, это слово, конечно, были и про человека, про которого мы сегодня разговаривали с Светланой Алексеевич, про Бацлава Гаула, который свой бой выиграл, и таким чином верогодно показывает приклад и всем остатним. Такий контекст тех подеев, про которые мы думали, спрашивалися, шукали отказы сегодня разом со Светланой Алексеевичем.